Сервус, я Евгения Хора, лицензированный эксперт австрийского рынка, и вы на канале Австрийский Инсайдер. Вот уже давно нашумевший на австрийском рынке принцип заказа маклера, Бештеля принцип, обещает тем, кто ищет квартиру в аренду, существенную экономию их финансов. Вот я предлагаю сейчас разобраться с тем, так ли это на самом деле. Но перед тем, как мы начнем разбираться, не забудьте подписаться на этот канал и поставить лайк этому видео. Мы начнем с формулировки самой поправки к закону о маклерской деятельности, и потом я расскажу, что думают эксперты о том, как эту поправку маклеры могут финально на практике обойти. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь со мной и досмотрите видео до конца, и это будет полезно тем, кто будет в Австрии в ближайшее время искать квартиру. Итак, давайте начнем с самой формулировки. Она звучит на русском языке примерно так, что в рамках сделки по аренде жилья маклер имеет право на получение комиссии только с одной стороны, а именно с той, которая заказывала его работу. Ну, я вот, например, здесь нигде не вижу и не слышу, что это именно арендатор должен быть. То есть речь идет только об одной стороне. Политики почему-то усердно презентуют это как освобождение для арендатора, но на самом деле это не так. На самом деле идет речь только о том, что маклер в дальнейшем будет получать эту комиссию с одной стороны. И согласитесь, что это может быть как арендатор, так и арендодатель. То есть все будет на самом деле зависеть от конкретной ситуации и о том, как сложится практика. В своем видео о маклере я уже один раз пыталась объяснить, что у маклера в Австрии есть такая особенная черта. Вот до ввода этой поправки он всегда в рамках любой сделки, аренда, покупка, был как бы двойным маклером. У него была двойная функция. То есть маклер был обязан защищать интересы как одной стороны, так и другой, как арендатора, так и арендодателя. И вот как раз в рамках сделки по аренде это имело смысл и играло на самом деле большую роль. Потому что маклер нес ответственность перед арендатором за то, что, например, арендная плата или величина арендной платы лежит в рамках закона, не превышает допустимую в отношении какой-то отдельно взятой квартиры. Вот поскольку с вводом этой поправки в случае, если арендатор не заключает договор с маклером, у маклера больше нет этой ответственности, он больше не обязан консультировать арендатора и следить за тем, чтобы законодательство в отношении величины арендной платы было выполнено, было соблюдено. Поэтому один из самых вероятных развитий событий на рынке, и в этом сходится большинство экспертов, заключается в том, что арендная плата опять незаметна, но будет расти, потому что маклер больше не обязан следить за тем, чтобы она оставалась там в рамках закона. Еще один очень возможный вариант развития событий – это оказание каких-то дополнительных услуг. Ну, например, то, что осмотр квартир будет проводиться исключительно за какую-то плату, поскольку маклер проезжает, тратит свое время и так далее. Но вот этот момент сейчас политики, которые составляют тексты закона, они стараются сделать так, чтобы исключить возможность предложения каких-то дополнительных услуг, которые нужно будет оплачивать. Но мы-то знаем, что уголь на выдумку хитра, и поэтому каким образом будут выстраиваться и вуалироваться вот эта финансовая составляющая сделки, ну, никто пока не знает, рекомендуется, в общем-то, обращать на это внимание. Далее, есть еще целый ряд вариантов, которые возможны на рынке вот в рамках этой новой поправки к закону. Например, оказание непрямого давления на арендатора на заключение договора с маклером. Например, вы выбрали какую-то квартиру, она вам понравилась, и вы уже хотите ее взять и хотите оформить договор аренды. Потому что, напоминаю еще раз, да, что в Австрии все арендные отношения оформляются в виде договора аренды. Так вот, вы хотите оформить этот договор, а вам как бы не напрямую, но с вами не подписывают просто этот договор, пока вы не подпишите договор с маклером. То есть вы как бы будете вынуждены подписать этот договор с маклером, что ведет к уплате комиссии, либо отказаться от квартиры. Но здесь уже как бы, да, опять же, вопрос ситуации там финансовых средств и желаний. Но вариант такой возможен. Следующий вариант. Квартира-ловушка. Это, например, когда вы приходите смотреть какую-то квартиру, и каким-то чудесным образом, вот практически во время осмотра квартиры, выясняется, что она вот только что ушла с рынка, был оформлен там договор аренды с кем-то другим, но говорит вам маклер, что у него, конечно же, есть возможности помочь вам с поиском квартиры, потому что у него есть там связи, и он может спросить там и сям, и если вы заключите с ним договор, то он, конечно же, вам поможет и найдет квартиру. Тоже вполне возможный вариант. Еще один возможный вариант, в рамках которого вас как-то разведут на деньги, это запрещенная компенсация за инвестиции какие-то предыдущему арендатору. Вообще говоря, такая компенсация предыдущему арендатору за проведенные инвестиции в квартире, это возможный вариант в рамках австрийского законодательства, но в рамках определенных условий и в рамках определенных величин. Иногда, естественно, под этим предлогом договариваются более крупных или более обоснованных сумм, и вот эксперты полагают, что, возможно, вот эта лазейка тоже будет использоваться для того, чтобы каким-то образом получить недостающую компенсацию. Ну и так далее. И давайте еще немножко просто займемся математикой и сделаем какие-то элементарные, проведем элементарные вычисления. Вот, например, магиста Йохана Якс, это ФЛП, все, кто знает, это партия, которая сейчас находится в правительстве, представляет свои официальные расчеты полной экономии или общей экономии, которые принесет вот эта поправка арендаторам, говорит, что это примерно 55 миллионов евро в год, и при этом она основывается, так сказать, на, ее расчеты основываются на том, что арендаторы экономят две арендных платы плюс налог НДС. НДС в Австрии вообще говорят 20%, но если речь идет об аренде квартир, то это 10%. Вот я понимаю, что обычный арендатор, он может не знать, что, например, комиссия маклера в рамках аренды квартиры по срочному договору до трех лет, это не две арендные платы, а одна арендная плата. Но вот фрау Якс должна же все-таки как-то это знать. И еще очень такой важный для расчетов, мне кажется, фактор, это вот тот же самый рост стоимости аренды квартир. То есть, конечно, арендодателям захочется каким-то образом компенсировать затраты на маклеров, если действительно они будут вынуждены их оплачивать и будут каким-то образом включать эти затраты в арендную стоимость. Ну вот, допустим, если сейчас 1 апреля, я уже писала об этом у себя в Инстаграм, если сейчас вот этот рост происходит на 8,6%, то, наверное, можно предположить, что где-то в середине года, к концу года произойдет еще такой завуалированный рост арендной платы примерно на 5%. И еще, что мне лично очень не понравилось во всех этих выступлениях политиков и презентации этой поправки, это то, что министр юстиции Алма Залич, это дегрюны, зеленые, которые тоже сидят сейчас в правительстве Австрии, говорит о том, что в подготовке текста и формулировки самой поправки был учтен опыт немецкий, то есть Германии, учтены все ошибки и было сделано так, чтобы это была такая современная, работающая, эффективная модель. Но действительно, модель, вот сама модель вот этого принципа заказа Маклер, это действительно немецкая модель. И звучит вроде бы офигительно, мы там учли все ошибки, но только до тех пор пока не значит, что, например, в Германии вот обязанность в спорных случаях, обязанность доказать чистоту сделки лежит на арендодателе, то есть арендодатель должен доказать, что он не заказывал работу Маклера и не оформлял с ним договор о Маклерской деятельности. А в Австрии, как это ни странно, эта обязанность, обязанность доказать не чистоту сделки лежит на арендаторе, то есть арендатор должен доказать, что закон был нарушен. О чем это говорит? О том, что инициировать судебный процесс и взять на себя, по крайней мере, начальные издержки по судебному процессу, а может быть даже и все в случае, если арендатор проиграет, должен арендатор. Ну вот не совсем тут мне понятно, насколько это лучше, чем германская модель. И еще один немаловажный фактор – это штрафные санкции. То есть в Германии за нарушение вот этой поправки и вынуждение арендатора платить комиссию Маклера предусмотрен штраф аж до 25 тысяч евро, а в Австрии эта цифра составляет 3600 евро. И, кстати говоря, у любого профессионального лицензированного Маклера есть обязательная профессиональная страховка, которая слегка покрывает вот эту сумму. Вот не поймите меня неправильно, я не против этой поправки, я за нее, я за то, чтобы арендатору стало легче и за то, чтобы арендаторы действительно экономили свои финансовые ресурсы. Тем более это с одной стороны. С другой стороны, я лично, например, получаю много вопросов на сопровождение сделки или на поиск квартиры или на что-то еще. Вот мне просто это на руку. Мне так лучше, мне так удобнее. И вот есть принцип заказа, если кто-то хочет обратиться ко мне, моя работа стоит денег. Все вроде бы логично. Но вот учитывая все эти разговоры на политической арене, все эти разговоры между экспертами, и, в общем-то, непонятно, на самом деле, насколько она действительно освобождает арендаторов и делает их позицию лучше. А с другой стороны, я просто думаю, что есть более эффективные и понятные способы помочь арендаторам. Например, то самое заморожение или как заморозить рост арендной платы, о которой тоже сейчас очень усиленно и активно обсуждали эту тему, те же политики, но в итоге почему-то не договорились. Ну вот такие мысли возникли у меня со всей этой историей. Я с вами ими поделилась. Расскажите или напишите в комментариях, что вы думаете. Вот поможет эта поправка к закону арендатору, действительно улучшит их позицию или, наоборот, сделает все еще более сложным. На сегодня это все. В следующем видео мы уже будем обсуждать что-нибудь более интересное и веселое. Пишите ваши комментарии, и будет здорово, если здесь возникнет какое-то обсуждение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!